Еще одна миссия международной встречи – сблизить между собой участников и показать важность сохранения коренного населения Севера. Чтобы познакомиться с самобытностью народов Ненецкой земли, участники Арктического форума отправились в семейно-родовую общину «Вы». В этнографическом стойбище гости приняли участие в коме и ненецких обрядах, а также отведали блюда национальной кухни. Три километра от города – и вот участники уже в совершенно другом мире – самобытном и колоритном. Чумы, олени, шаманы, ненецкие обрядовые танцы и песни. И пусть слова ненецких песен им непонятны, атмосфера и энергетика артистов сделала свое. Представителя делегации из Индии Рубджиана Карджи удивить танцами и песнями, казалось бы, невозможно, ведь в его стране красочные фестивали проходят практически круглый год, но увидев пляски шамана и коми-хороводы, мужчина был поражен. Мне очень понравилось, и я благодарю за то, что меня пригласили в этот чудесный город. Благодарю за то, что мне представилась такая возможность увидеть все это своими глазами, прочувствовать культуру. Оленеводческое стойбище – наглядный пример того, что любовь к своей малой родине и сохранение традиций – важная часть развития региона. Кстати, вопросы поддержки коренных и малочисленных народов Севера – одно из направлений Международного арктического форума. Я вижу, что регион развивается. Мы очень рады, что здесь и в части поддержки традиционного рода пользования многое делается, и оленеводство такой устойчивый и важный сегмент экономики в хорошем состоянии. Гости поучаствовали в обряде поклонения солнцу, повязали ленточки на дерево желаний, отведали сырую оленину и рыбу, а также просмотрели представления на ненецком языке. От увиденного все без исключения остались в восторге. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север»